Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CVC. Меня зовут Елена Косолапова. Мы продолжаем серию передач о борьбе с изменением климата и о том, почему это важно. И сегодня мы в гостях у директора Государственного агентства Азербайджана по возобновляемым источникам энергии Джавидом Абдулаевым. Джавид Малим, здравствуйте! Большое спасибо, что нашли время для этого интервью. Джавид Малим, сегодня будет очень много вопросов. Некоторые из них могут вам показаться слишком простыми и поверхностными. Но мне кажется, что нужно позволить всем нашим зрителям разобраться в теме возобновляемой энергетики, в теме борьбы с изменением климата. Потому что, как неоднократно отмечалось, вклад в эту борьбу важен каждого. И поэтому хочу начать с такого вопроса. Что такое возобновляемая энергетика и в чем ее кардинальное отличие от традиционной энергетики? Вы знаете, можно подходить к этому вопросу с разных точек зрения. Мы можем ответить, базируясь на нашем законодательстве, перечисляя все те возобновляемые источники энергии, которые рассматриваются в качестве основы для производства, в том числе электрической энергии или тепловой энергии. Можно рассматривать этот вопрос с призмы международных организаций, которые рассматривают по термину возобновляемая энергетика. Это те ресурсы, которые восстанавливаются быстрее, чем потребляется электрическая энергия, которая производится из этих самых источников. Поэтому тут однозначно подхода нет. Я думаю, что каждому желательно понимать по-своему, но в любом случае возобновляемые источники энергии, они это будущее, они это то, к чему стремится человечество с того периода, как начинает понимать, что все эти ресурсы, они могут закончиться и надо базироваться на решениях, которые основываются на возобновляемых источниках. И с этой точки зрения, конечно, очень большое преимущество возобновляемых источников энергии по сравнению с теми источниками энергии, которые основываются на ископаемых источниках. Это, во-первых, экономическая составляющая этого вопроса. Безусловно, если сегодня эти технологии кое-где, потому что сейчас уже конкуренция, она очевидна между возобновляемыми технологиями, которые производят электричество из возобновляемых источников энергии, традиционными. И это соотношение будет улучшаться в сторону возобновляемых, это однозначно, технологии развиваются и так далее. И я уверен, что очень скоро и экономическая составляющая этого вопроса будет на стороне возобновляемых источников энергии. То есть со всех сторон, со всех подходов использования возобновляемых источников энергии, она будет прогрессировать и будет становиться одним из важных составляющих роста цивилизации. Ну, в принципе, мы, наверное, уже это видим и у нас в стране в Азербайджане, и, в принципе, по миру, что доля возобновляемых источников энергии в общем балансе, она постепенно растет. Естественно, у нас в стране есть определенные целевые показатели, то есть правительство приняло решение довести установленные мощности процент возобновляемых источников энергии до 30% до 2030 года. Но, скорее всего, учитывая те проекты, которые реализуются в этой сфере в Азербайджане на данном этапе, мы достигнем этих показателей достаточно раньше. Я считаю, что это будет где-то в районе 2027 года. У нас приняты специальные подходы, то есть мы рассматриваем внедрение всех этих источников энергии на трех разных этапах. Я думаю, что первый этап, который будет, мы планируем завершить его в 2027 году, он ознаменует как раз то, что мы достигнем этой самой цифры 30% установленной мощности, будет у нас процент возобновляемых источников энергии. По всему миру тоже вы видите соответствующие подходы, и учитывая то, что у нас передача так или иначе посвящена вопросам, связанным с КОП-29, естественно, там тоже будут определенные инициативы, которые будут нацелены на цифровые характеристики увеличения общего баланса возобновляемых источников энергии. Естественно, по всему миру эти показатели, они достаточно отчетливо показывают этот самый тренд на рост возобновляемых источников энергии. И даже есть страны, которые объявили, что к определенному сроку они полностью перейдут на возобновляемые источники энергии. А каков у нас в Азербайджане потенциал возобновляемых источников энергии, и каков экономический потенциал? Ведь это разные понятия, какая вообще между ними разница? Ну, я просто скажу, есть технический потенциал, то есть вы проводите определенные исследования, вы знаете, что тут есть потенциал ветра или солнца или других источников возобновляемой энергетики, но он технический, то есть насколько это реализуемо, это вопрос, конечно, достаточно сложный. Есть экономический потенциал, то есть это тот потенциал, который очень легко реализуем, без каких-то дополнительных каких-то мероприятий, достаточно неординарных. То есть можно какими-то более простыми способами использовать этот самый потенциал. В Азербайджане я могу назвать эти цифры, они коррелируют с общими мировыми показателями. У нас 27 гигаватт на оншоре, то есть на суше, потенциал ветра и солнца. И, соответственно, если смотреть технический потенциал, то да, он за 135 гигаватт оценивается. А в море у нас, вы знаете, общий ветер имеет потенциал технически 157 гигаватт. Из них 35 у нас на достаточно доступных частях, то есть это не глубоководные части Каспийского моря, а их можно относительно легко использовать. Но вы хорошо затронули этот вопрос. Если говорить уже о экономическом потенциале офшорного ветра, то мы находимся на стадии изучения. Мы сейчас собираем всевозможные отзывы отдельных органов, насколько это возможно, использовать определенные сегменты Каспийского моря для того, чтобы там устанавливать ветряные мельницы. И, соответственно, после этого мы сможем уже точно назвать экономический потенциал офшорного ветра. А скажите, пожалуйста, касательно возможности производства возобновляемой энергии на суше, какие регионы нашей страны в этом плане наиболее перспективны? Ну, надо сказать, что по Солнцу так более или менее распределено достаточно интересно, скажем, равномерно. Ну, мы сейчас в основном стараемся с одной стороны диверсифицировать местоположение этих солнечных станций. Вот, значит, у нас, как вы знаете, новые проекты. Они уже достаточно... То, что МАЗДАР реализовывал, 230 мегаватт, первая наша солнечная станция, она была достаточно близка к основным центрам потребления, то есть, грубо говоря, к нашей столице. Сейчас мы потихоньку рассматриваем и притворяем в жизнь проекты в регионах, в том числе на освобожденных территориях. Вы знаете, у нас есть пилотные проекты. Значит, считается, что будет наиболее оптимальным, если вы расположите солнечные станции в разных регионах. Почему? Потому что если где-то есть Солнце, там в другом месте их нету. И вот это будет балансировать, вот эта необходимость использования этой энергии. И с этой точки зрения распределение по всей территории страны является достаточно правильным. С другой стороны, нужно их располагать по возможности ближе к центрам потребления, в том числе к городу Баку и так далее. По Солнцу у нас, конечно, огромный потенциал есть в Нахтеване, у нас хороший потенциал в Зенгазуре, в Джабраиле, мы его реализуем. И надо понимать очень одну важную вещь. Реализуемый потенциал Солнца, он зависит от многих параметров. То есть, если мы, сидя дома, знаем, что да, в Азербайджане есть определенный регионок, где очень жарко, там, не знаю, люди думают, что там очень много Солнца, это не означает, что вот именно там можно ставить солнечную станцию и превращать вот эту солнечную энергию в электричество. Это не всегда возможно, не всегда рационально и не всегда правильно. Что касается ветра, то он расположен очень интересно. В Азербайджане есть два крупных кластера, где можно строить солнечные ветряные электростанции. Одна начинается прямо и в море тоже самое. Это начинается приблизительно с Хазинского района, там, где сейчас вот есть существующая ветряная станция, она поднимается чуть выше и доходит до Губустанской части. И вот это вот расширяющийся такой кластер. И он, в сути себя, охватывает приблизительно возможность строительства 3 гигаватт ветряных станций. Второй такой кластер у нас расположен на освобожденных территориях, в Лачине и в Хербайджарском районе. Сейчас там идут очень интенсивные измерительные работы. И государство финансирует определенные измерения. Потом мы сейчас четко следим за тем, чтобы все эти результаты были, так называемый термин есть, банковый. То есть мы могли потом их давать компаниям, инвесторам, чтобы они, позируясь на этих самых измерениях, могли привлекать средства из международных финансовых институтов. Вот, грубо говоря, такое распределение ветровых и солнечных потенциалов в Азербайджане по географическому признаку. В Нахчимане тоже есть определенные возможности для строительства ветряных электростанций, но они там во большей части будут необходимы для балансировки энергии, которая будет вырабатываться солнечными электростанциями. А солнце там имеет очень большой потенциал и очень большие перспективы. Девят Малим, до этого вы начали немножко говорить относительно тех проектов, которые уже реализованы за последние годы. Можно подробнее по этой теме, что уже было сделано и, соответственно, насколько сильно увеличился наши возможности по производству возобновляемой энергии. Ну, тоже достаточно на очень популярной форме я сейчас постараюсь ответить на этот вопрос. Для того, чтобы реализовывать проекты в сфере ВИИ, нужно решать две главные задачи. Первая задача – это вы должны найти земельные участки, которые непригодны для других экономических целей, то есть, если это пригодно для сельского хозяйства и так далее. Скорее всего, та выгода, которую государство будет получать от использования в этой сфере, эта выгода будет больше, чем если мы будем там строить какие-то солнечные или ветровые парки. Это первое. То есть, вопрос земельный. Надо особо отметить, что после того, как у нас появилось новое законодательство, в сфере ВИИ, правительство уже выделило 4500 приблизительных гектаров земельного участка и объявило их землями возобновляемых, зонами возобновляемых источников энергии. Это одна сторона вопроса. Второе ограничение, которое не позволяет вам безгранично использовать вот эти все ресурсы, это связано с возможностью наших передающих сетей. Поэтому было принято решение, и мы провели полный, так скажем, аудит или изучили возможности нашего сетевого хозяйства. Были там очень сложные модели, как статические, так и динамические. И вот эти все исследования показали, что при определенном мероприятиях, связанных с усилением из сети, при применении где-то порядка 250 мегаватт устройств хранения энергии, мы можем абсорбировать, наша сеть способна абсорбировать порядка двух гигаватт возобновляемых источников энергии. И вот исходя из всего вот этого спектра, мы поняли, что до конца 2027 года, то есть я все эти цифры говорю до этого периода, до конца 2027 года, мы будем строить следующие индустриальные электростанции возобновляемые. Это наша первая солнечная станция, которая уже запущена. Сейчас вот идут интенсивные строительства в ветряной электростанции, которая осуществляется компанией Ахлапауэр, плюс всеми известный проект с БИПИ, который реализуется на освобожденных территориях. Это 710 мегаватт. Господин президент участвовал в церемонии закладки фундамента еще трех станций с МАЗДАРом. Это в общей сумме делает 1000 мегаватт, в сумме с пилотами это 1710. У нас объявлен аукцион, мы планируем завершить его к началу КОПа, и еще 100 мегаватт там. Плюс у нас будет еще одна станция, очень скоро мы объявим, они порядка 50 или 100 мегаватт. Вот это, грубо говоря, спектр тех проектов индустриального уровня, которые будут реализовываться в Азербайджане. Да, договоров очень много, мы смотрим в будущее, мы готовы работать и с другими компаниями, но уже схемы должны быть другими. Эти компании должны находить себе покупателей, грубо говоря, мы называем их автейкерами, автейкеров за границей, которые будут покупать эту электроэнергию, потому что потребность Азербайджана, она известна, и все пока наша передающая сеть не способна за счет возобновляемых источников энергии делать. Значит, надо будет находить покупателя, а со стороны государства государство будет постараться обеспечить возможность транспортировки. Поэтому рассматриваются зеленые коридоры. Скажем, один коридор, вы знаете, это позируется на соглашении между Азербайджаном, Грузией, Румыней и Венгрией в этом направлении. Очень интенсивно работаем с нашими среднеазиатскими партнерами. Еще один коридор будет связывать Азербайджан со Средней Азией, зеленый коридор. И третий, естественно, коридор через Жен-Гизур и дальше через Нахчевань в Турцию. Вот эти коридоры, работа над ними, понимание того, как они будут функционировать. Уже там есть определенные продвижки, организм возобновляемой энергетики при Министерстве энергетики Азербайджанской республики. Она ведет секретарь этих обоих проектов. И там есть большие продвижки, уже подписанные. Скоро начнут функционировать совместные предприятия. Это стороны Европы. И совместные предприятия со Средней Азией тоже будут уже учреждены в очень достаточно близкое время. И, что самое интересное, оно будет в Азербайджане. И вот весь этот комплекс подходов, он позволит еще больше стимулировать производство возобновляемой энергетики и возобновляемой. Я ведь, Малим, вы до этого упомянули новое законодательство в сфере возобновляемой энергетики. Расскажите, в чем его новость? Вообще, какие законы в этой сфере приняты? И насколько наша законодательная система адаптирована для того, чтобы дать возможность развитию возобновляемой энергетики? Тут я должен коснуться нескольких, я должен отметить несколько аспектов. Первое, нельзя рассматривать законодательство в сфере ВИИ отдельно от того, что происходит сейчас в целом в законодательной системе, связанной с энергетикой. Есть новый закон об электроэнергетике, который является предвестником либеральных реформ и результатом воплощения в жизнь должны быть либеральные рыночные отношения в сфере электроэнергетики. Это очень-очень принципиальный закон. Он в том числе так или иначе будет влиять и на сферу возобновляемых источников энергии. То есть механизм обандлинга, который там будет применяться, он позволит производителям зеленой энергии тоже участвовать во всех этих отношениях. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса то, что у нас по возобновляемой энергетике. У нас есть был утвержден закон о производстве электрической энергии из возобновляемых источников энергии. Все наши последние договора, они базируются на этом законодательном акте. Он достаточно революционен тем, что очень-очень упростил процесс работы с инвесторами. То есть весь процесс сводится конкретно к определению земельного участка, объявлению его зоной возобновляемой энергетики земельного участка. Потом все уже на базе него очень достаточно упрощенная схема работает, подписываются контракты. И исходя из этого закона появились несколько законодательных актов, в том числе позволяющие малому и среднему бизнесу участвовать в этих процессах. То есть у нас есть правила поддержки активных пользователей, мы называем их простюморсом. То есть те производители, то есть это могут быть физические лица, которые ставят какие-то солнечные панели у себя на частных домах, удовлетворяют свою потребность в электричество, избыток могут продавать в сеть. То есть этот механизм есть, процесс пошел, и вот даже есть некоторые бизнес-структуры, я присутствовал даже на открытии некоторых этих станций, то 150 киловатт, которые эти структуры ставят вот эти самые панели у себя, и потом избыток могут продавать в сеть, а также удовлетворять свои потребности в электроэнергию. То есть это достаточно серьезный момент, который будет продвигаться и вот будет как бы показателем, показателем, насколько возобновляемые источники энергии являются привлекательными для простых граждан, в том числе, то есть не для структуры, а для граждан, которые хотят у себя дома использовать вот эту технологию. То есть там законодательная база полностью построена. Плюс еще мы начали есть у нас нормативно-правовые документы, которые утверждены Кабинетом Министров, которые позволяют выдавать сертификаты о том, что вы используете именно зеленую энергию. И для кого не секрет, что сегодня вот эти все вопросы, связанные с карбоном и кредитами, они могут быть монетизированы. И в том числе в наших проектах это достаточно серьезный компонент, и мы это учитываем. То есть если вы производите зеленую энергию, мало того, что вы можете его использовать, продавать, вы можете также продавать сертификаты, что да, у меня энергия зеленая. Вот именно в этом направлении тоже наше законодательство достаточно активно продвигается. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, то, что все договора, которые заключаются сейчас, они в отличие от нефтегазовых, они заключаются исключительно базируясь на законодательстве Азербайджанской республики. То есть это показывает, что у нас эта система законодательства, она достаточно созревшая, инвестор четко понимает правила игры, и ему никаких других законов, подзаконных актов не нужно. Они могут базироваться исключительно на законодательстве Азербайджанской республики. это показывает, что вот вся вот эта система, она достаточно сбалансированная и осознанная. И сейчас мы можем базироваться на ней, претворять в жизни все те планы, которые стоят перед нами. Джавид Малем, сейчас мы видим, что уже очень много иностранных инвесторов, иностранных компаний вовлечены в проекты по возобновляемой энергетике у нас в стране. Какие меры принимаются для того, чтобы их привлечь, для того, чтобы создать для них благоприятные и привлекательные условия? Ну, во-первых, как я сказал, ни для кого не секрет, что Азербайджан очень стабильна в макроэкономическом плане страна. То есть инвестировать в Азербайджан приятно. В любую сферу. и благодаря деятельности главы государства и так далее созданы все возможные условия для иностранных инвесторов. С другой стороны, в сфере ВИИ мы используем определенные моменты, которые позволяют получать определенную прибыль для инвесторов. Мы пользуемся так называемым механизмом Investment Promotion Certificate. То есть мы даем сертификаты, которые предназначены для промоута от инвестиций в сфере возобновляемых источников энергии. Этот пакет предусматривает в себе освобождение от некоторых налогов на период до 7 лет, а также от вазных пошлин, таможенных пошлин на некоторые виды товаров и так далее. Вот это является достаточно серьезными стимулами, которые привлекают иностранных инвесторов. С другой стороны, значит, создание той инфраструктуры, которая необходима для вот этих всех станций, тоже в определенной части она финансируется и хотя бы поддерживается государством, тоже имеет достаточно большое значение для инвесторов. Но я вам честно скажу, мы достаточно сбалансированно подошли к этому вопросу, то есть не все и не так просто достается инвесторов в том смысле, что не все, конечно, налоги для них они избавлены не от всех налогов и есть определенные моменты и в наших договорах есть позиции. То есть если какие-то изменения в законодательстве происходят и если инвестор может получить в своих счет дополнительную плату, это все учитывается и это все рассматривается в экономических моделях и соответственно есть моменты, когда эти все средства возвращаются обратно в стороне, с которой они заключают договоры. То есть учитываются интересы и инвесторов и Азербайджану, конечно. Первым долгом учитывается интерес Азербайджана, это главная вещь, потом уже создается достаточно транспарентное условие для работы инвесторов, то есть интерес Азербайджана во главе всего. Джавейт Малем, в своих ответах вы иногда говорите возобновляемая энергетика, иногда говорите зеленая энергетика, это одно и то же взаимозаменяемые понятия или есть какая-то разница? Да, скорее всего взаимозаменяемые понятия, потому что зеленая энергия, она энергия, энергия, которая базируется на возобновляемых источников энергии. Хотя я опять говорю, здесь как подходить к вопросу, например, наши европейские партнеры, они объявили газ и атомную энергетику чистыми источниками энергии. Для нас, скажем, это приятно, потому что мы экспортеры газа, но с другой стороны мы под возобновляемые источники энергии не подразумеваем какие-то производства электричества базируясь на природном газе. То есть это чисто вопрос вкуса, кто какие терминологии любит использовать. Какова роль возобновляемой энергетики в борьбе с изменением климата? Ну, вы знаете, одним из самых-самых больших вкладов в загрязнение вносят электростанции, которые работают на каких-то невозобновляемых ресурсах. Соответственно, если мы будем использовать возобновляемые ресурсы, все эти выбросы, они уменьшатся. Это, скажем, напрямую влияние на борьбу с климатом. Соответственно, есть моменты, скажем, недавно пилотный проект запустили маленький 100 кВт на озере Бе-Эк-Чур и солнечную панель поставили. Грубо говоря, если площадь большую взять, она будет способствовать тому, что испарение уменьшится. То есть таких побочных положительных качеств возобновляемой энергетики достаточно много. И, естественно, я думаю, что вопрос о том, что насколько влияние, достаточно большое влияние имеет на климатические изменения. А насколько возобновляемая энергетика экономически целесообразна? Может ли она уже сегодня конкурировать, работать на равных с традиционной энергетикой, то есть с энергией, производимой из угля, из нефти, из газа? Есть страны, где вот это соотношение уже благоприятствует возобновляемым источником энергии. Но в таких странах, которые сами являются экспортерами газа, нефти и так далее, это пока неощутимо, но очень скоро это соответствие будет в сторону возобновляемых источников энергии. Это однозначно причины тому я могу назвать очень много факторов. Во-первых, технологии развиваются, все вот это производство, оно становится гораздо дешевле. У нас есть данные и мирового уровня, и, скажем, локальные какие-то региональные показатели, которые показывают, что цена на те же самые пивы-модули падает достаточно серьезно, скажем, если на мегаватт раньше мы говорили где-то 700-800 тысячах, сейчас мы можем говорить на уровне 450-500 тысяч долларов стоимости на 1 мегаватт солнечных панелей установки со всеми вытекающими последствиями. Соответственно, вот эта тенденция, она неумолимо будет еще больше углубляться, и я думаю, что недалек тот день, когда уже на всех уровнях, на всех региональных площадках вы будете свердить того, что возобновляемые источники энергии, они будут обходиться дешевле, чем наши традиционные. Джавид Малим, сейчас на мировом масштабе растет интерес к новому виду топлива, водородному. Каковы планы у нас в стране по развитию этой области? Ну, в Азербайджане тоже очень внимательно следят за этой тенденцией. Глава государства, президент Эльхам Алиев выступая, однажды он так и сказал в своем выступлении, что водород, зеленый водород и электричество вот это источники энергии будущего. Мы очень серьезно изучаем с нашими партнерами как иностранными, так и организациями, которые в Азербайджане заинтересованы в производстве и в использовании водородного топлива. Я должен вам сообщить, что мы работаем над водородной стратегией Азербайджана. Есть специальная компания, привлечена к этому вопросу. Финансовую поддержку оказывает Европейский банк развития и реконструкции. Мы создали очень на широкой основе создали рабочую группу, которая работает с этими конкретно консалтинговой компанией, и мы планируем на КОПе объявить нашу эту стратегию. Конечно, это очень сложно, требует достаточно серьезной и продуманной работы, и времени достаточно мало, но мы стратегический документ все-таки думаем, что завершим до КОПа и сможем представить общественности, как мы видим вопросы, связанные с водородом. Надо особо отметить, что водород является ключевым и в наших зеленых коридорах. И там есть опции, связанные с водородом, в том смысле, что выгоднее нам производить водород здесь, зеленый в основном, то есть, скажем, в той же самой Европе, она наиболее востребована. Или производить этот водород, скажем, экспортировать зеленое электричество и производить водород ближе к потребителю. То есть, все эти схемы, модели, опции, они на столе изучаются в соответствующей консалтинговой компании. Так что водород и водородное будущее, оно не за горами, и я думаю, что мы с честью и достоинством встретим этот переход в энергетическом понимании современного общества. И Азербайджан тоже будет иметь свои начинания и серьезные проекты в сфере производства водорода. Расскажите о международном сотрудничестве агентства и об обмене опытом с аналогичными структурами за рубежом. Ну, вы знаете, очень достаточно расширен варианте, формате я могу рассказать о наших международных связях. нет ни единого дня, чтобы мы не контактировали с соответствующими службами иностранных государств или же с международными организациями. Очень серьезно мы сотрудничаем с агентством по возобновляемой энергетике, так называемой Иреной, и имеем достаточно хорошие связи с ними, в том числе мы имеем связи с международным энергетическим агентством. У нас есть буквально на днях наши представители участвовали и этот процесс еще длится. Я думаю, что очень скоро мы сможем объявить о новых ролях наших сотрудников в Европейской комиссии организации объединенных наций, так называемой ЮНИСИ, и там тоже в сфере возобновляемой энергетики. У них есть специальная рабочая группа, там наши специалисты сейчас баллотируются на достаточно большие позиции. Я думаю, что близко операции естественно все это невозможно, тем более когда мы говорим о том, что агентство ведет секретариат вот всех этих кабельных проектов, мы по долгу службы обязаны контактировать с нашими коллегами из соответствующих стран, и как я уже сказал, это достаточно серьезная практика, и мы со всеми организациями, которые так или иначе задействованы в этой сфере, имеем достаточно хорошие связи. И соответственно, я очень несколько раз за сегодняшнее интервью говорил о международных консультаций и новых компаниях. Среди них есть представители Бигфора и других организаций, с которыми тоже, естественно, по долгу службы мы контактируем, имеем достаточно серьезный обмен мнением, обмен опытом, то есть мы пытаемся, я не знаю, не мне судить, насколько удачно, мы пытаемся держать руку на пульс и притворять в Азербайджане все то новое и современное, которое есть в мире. И мой последний вопрос, сейчас в Баку интенсивно готовится конференция КОП-29, это будет крупнейшее климатическое мероприятие в мире, каковы ваши ожидания от этого мероприятия в плане продвижения возобновляемой энергетики, как у нас в стране, так и в мировом масштабе? Вы знаете, что идет интенсивная подготовка, мы уже наверное со следующей недели перейдем на ежедневный формат обсуждения того, как мы должны принимать участие на разного рода мероприятиях на КОП-29. Не мне говорить о тех инициативах, которые будут подвигаться со стороны Азербайджана, я думаю, что очень скоро эти все инициативы будут официально объявлены, и когда вы увидите перечень всех инициатив, вы увидите, сколько там инициатив относится к сфере возобновляемой энергетики и к той сфере, которая входит в рамки деятельности Агентства по возобновляемым источникам энергии. Я думаю, что влияние будет огромным с той точки зрения, что, во-первых, все те делегации, которые придут в Азербайджан, они будут видеть те успешные результаты success story, которые у нас были, и будут еще больше изнутри понимать всю эту ситуацию я надеюсь, что еще больше инвесторов появится, еще больше решений. А самое для меня интересное будет, когда мы будем иметь возможность уже искать новые рынки, новых оффтейкеров, которым мы сможем экспортировать всю ту зеленую энергии, которая будет производиться в Азербайджане. С этой точки зрения, я уже не говорю о других, о дипломатических, политических выгодах этого мероприятия, конкретного с точки зеленой ноги. Я думаю, что никакой другой ивент не сравним с тем влиянием, которое КОМ-29 будет иметь на эту сферу. Спасибо большое, Джавид Малим, за свое интересное интервью. Напомню, что это была передача «Экономика дня» на телеканале СИБИСИ. Меня зовут Елена Косолапова. Беседовала я сегодня с директором государственного агентства Азербайджана по возобновляемым источникам энергии Джавидом Абдулаевым. Говорили мы о развитии возобновляемой энергетики в Азербайджане и мире. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин